Всем привет! Меня зовут Ксения. Меня по-прежнему зовут Ксения Величко. Всем привет! Меня по-прежнему зовут Ксения Величко. Я вас очень рада увидеть. И это, наверное, болталка на тему, которая меня очень в последнее время заботит. Хотя лично меня не сильно трогает, слава богу. Я хочу с вами поговорить на тему негатива на ютубе и у блогеров. И тут такие рассуждения, наверное, на эту тему. В последнее время я обратила внимание, что блогеры, успешные топовые блогеры, которые около 100 тысяч подписчиков на каналах, начали срываться. И мне очень больно смотреть на это. И, в принципе, я привела вот такую аналогию с тем, что, в принципе, наше общество какое-то стало очень негативное. Переходя к, наверное, основной мысли моего сегодняшнего видео, это про негатив у блогеров, как они резко начали выражаться в сторону своих подписчиков. Безусловно, огромное количество ютуба, и уверена, что вы согласитесь со мной, потому что если вы пишете периодически комментарии, вы это видите. Огромное количество в ютубе, грубо говоря, женщин, ну, раз мы говорим о женском ютубе, поэтому, скорее всего, чаще всего это женщины, конечно, пишут. Очень негативно, резко, отвратительно, ну, то есть считают они, они, считают, имеют право, считают, что имеют право писать какие-то отвратительные, гадостные вещи. Это касается Ирэн Влади, это касается, там, Анастасии Флэшки, это касается Маши Бешко, это касается, кого-то я недавно тоже вспоминала, на тему Ирэна Влади я сказала, еще кого-то. Ну, короче, суть в том, что мне очень-очень жалко этих людей, которые говорят гадости, и я не знаю, их оправдать невозможно, но еще более как-то жалко, когда блогер реагирует болезненно на эту тему. Блин, девчонки, я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь из вас посмотрит ли это видео на эту тему, но я хочу вам сказать, что не нужно уподобляться этим людям, это раз. Во-вторых, тем, если вы делаете, отдаете какую-то реакцию, кстати, вот Мария Сдейс тоже туда же, вот это вот перемывание костей друг друга, вот это все настолько низко и настолько вот этому уподобляться как бы вот отвратительно, и что самое главное, мне очень жалко, когда там Ирэн Влади, я ее уважаю, да, как специалиста, и она, безусловно, хороший человек и хороший блогер, ну зачем ты реагируешь на это? Мне просто жалко как бы, жалко тебя, зачем ты уподобляешься этим людям? Это те люди, которые пишут всякие гадости, именно отвратительные, я сейчас говорю только вот о самых низших, да, слоях вот этих комментариев. К критике я абсолютно нормально отношусь, и меня тоже критикуют часто, да, но не так часто, конечно, как популярные каналы и блогеров, но меня тоже критикуют, и нужно к этому быть готовой. Милочка, ты, ну, не просто так снимаешь эти видео, а для кого-то, и не только все должны тебе дифирамбы петь, вот. К этому должен быть готов каждый блогер, и думаю, что к этому уже привыкли все. Но меня возмущает как бы вот по-человечески, когда человек начинает реагировать, я им, я им то, я им все, если вам не нравится, зачем вы реагируете на такие комментарии? Зачем вы отвечаете негативом на негатив? Те люди, которые пишут вот эту гадость, это те вот, как, знаете, бабульки в ЖЭКе, которые, они приходят специально, чтобы поругаться, они вас вампирят. И вы это должны понимать, что в первую очередь это люди-вампиры, которые пишут какую-то гадость, они сами нереализованные, сами обиженные на всю жизнь и на себя в том числе. И если они пишут гадость, они гипотетически и сознательно пишут ее самой себе, потому что они сами с собой недовольны. И если вы начинаете реагировать или ей отвечать на эту гадость, вообще лучше блокируйте вообще таких людей и все. Но если вы начинаете или ответное видео, это для нее победа, что ничего себе, она какая-то блогерша, у которой 100 тысяч подписчиков со мной в полемику вступила. Для нее это кайф, она этого и ждет. Поэтому, какие бы гадости вам не писали, унизительные. Я недавно услышала там в нашем чате, что Насте флешки тоже написали какую-то просто, ну такую отвратительную вещь там про ребенка и так далее. Ну как можно такое? Ну как можно нормально воспринимать такой комментарий? Нормально невозможно. Ну и отвечать на него тоже не стоит. Ну то есть это вообще вот уподобляться этим людям. Поэтому, если вы блогер, если вы видите это видео, то я вас призываю, девчонки, не реагируйте на всякую дрянь на ютубе. Без этого никуда не деться. Просто нещадно блокируйте этих людей и все. Просто или удаляйте тупо эти комментарии. Не нужно вестись на это. Мне так жалко Машу Бешко, она сейчас беременная. И начинает, вот я вам не скажу, она видно, что раздражается, потому что много негатива. И вот это не может не задевать. Но мне ее так жалко. Думаю, зачем ты это им говоришь? Зачем ты отдаешь эту реакцию? Зачем ты свои нервы тратишь на тех людей, которые тебя не достоин? И не заслуживает внимания вообще для того, чтобы вообще им каким-то образом отвечать. Поэтому, что вы думаете на эту тему? Были ли у вас какие-то перепалки в комментариях с какими-то вот шизофреничками? Жду по этому поводу ваших отзывов. Вот. И желаю вам позитива всегда оставаться на плаву. И чтобы никто и ничто никогда вас не увел с вашего пути, с вашей дороги. Вы сами себя строите и обязательно все получите, если вы верите в себя. И если обращать внимание на окружающих людей, на их мнения, то никогда у вас ничего не будет. Я вас люблю, ценю, пока-пока.